Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшой обзор по крючкам от компании Колмик по серии Nucleer. Много вопросов по ней. Серия достаточно большая, но далеко не все крючки пользуются спросом. Поэтому, скажем так, у народа есть большое такое замешательство, потому что они находят противоречивые мнения в интернете. Кто-то пишет, что это прям лучшие крючки в жизни, которые он испытывал и пробовал, а другие пишут, что какой-то размер непонятный, мне не подошло, рыбу не засекает, я вот там на фидер взял, не подцепляет, все одни сходы, либо вообще не секу. Другой полностью наоборот об этом говорит. Плюс, говорят, какие-то там купил, кто-то посоветовал темненькие цвета, у него почему-то светлые попались, и рыба вроде как не клюет на светлые и тому подобное. Ну, то есть, очень много бреда откровенного, да, просто от обычного банального и банального незнания темы. В общем, я сюда положил 4 серии, которые наиболее востребованы и которые действительно стоит купить обязательно, потому что это серии действительно качественные крючки, продуманные и хорошо подходящие под определенные виды ловли. Я пользуюсь ими сам много-много лет. Давайте, значит, начнем. Сразу упомянусь. Если в серии, некоторые серии начинаются с буквок, да, B или N. Вот B означает бронзовый цвет, то есть крючочки будут более темные у вас. N это никелированный никель, они будут чуть более светлые. Поэтому вот на этот момент обращайте внимание, кто этого не знает. По большому счету цвет крючка я не могу сказать, что сильно влияет как-то, но по осени лучше пользоваться бронзированными крючками, более темными, чтобы не пугать рыбу, да. А по теплой воде не имеет значения. Можно светлыми там, какими угодно. Значит, по поводу серий. Давайте я начну, наверное, с самой такой, ну, с мелкой рыбы, грубо говоря. Значит, серия N600. Данные крючочки имеют лопатку, то есть они максимально облегчены, при этом достаточно широкий поддев, да, и высокое жало. То есть это крючки очень хорошо, которые подходят в более больших размерах на ловлю хищника, то есть окуня. Когда пробивает, скажем так, костистую пасть окуня, нужно крючок, который имеет более резкий верх выход загиб для того, чтобы он держал, чтобы он не амортизировал. Потому что, как вы знаете, более плавные крючки с плавным загибом, они могут немножко прогибаться. Если возьмете вы в руку любой крючок, да, и вот так вот погнете, вы увидите, кто, наверное, не делал этого, но, естественно, если это не толстая бешеная проволока, я имею в виду вот это полноценные крючки, идеальное сочетание веса крючка, да, и толщины проволоки и так далее. То есть крючок должен гнуться немножечко совсем. То есть если вы, естественно, не еле-еле зажимаете, он уже гнется, это не дело, конечно. Да, но, скажем так, как-то вот амортизировать чуть-чуть для меня это даже плюс, потому что он часто смягчает и не рвет губу. Если издалека вываживаешь рыбу, то, соответственно, рыба не сходит. Почему я предпочитаю крючки с лопаткой, а не с колечком? Здесь всему, скажем так, виной именно вес крючка. То есть замечено опытным путем у меня были тесты с подводными камерами. Я для себя это снимал, когда еще только начинал заниматься рыбалкой и не верил, скажем так. Я, в принципе, привык сомневаться во всем, пока сам не проверю, потому что я знаю массу людей, тех же спортсменов, ну, не всех, естественно, да, но есть определенные спортсмены, которые имеют свои каналы и которые, в общем-то, чисто маркетингово рассказывают все. Хотя, когда мы с ними вдвоем ловим на воде, он применяет совершенно другое, да, чем то, что он рассказывает, чем он делится. Поэтому я просто взял камеру, купил, не поленился, аж две подводных поставил и смотрел, что будет происходить как. И вот, скажем так, та теория, которая... Давайте не будем о теории, я сразу вывод расскажу. Суть такая, что сама насадка на дне, когда она находится на крючке, наживка сама, если она, конечно, животная, да, в общем-то, да и даже и не животная тоже, растительная, она должна быть естественной, с естественным поведением на дне. То есть, вот представьте, бросили мотыля, я так вот раньше изучал, бросаю мотыля на течение и смотрю, как он двигается, как он ведет себя, потому что и потом я беру, насаживаю на крючочек и так же бросаю, да, и смотрю, чтобы он не изменился, и не изменилось его поведение, как можно меньше, чтобы оно изменилось, чтобы эта насадка вела себя естественно, как она без крючка, так она и на крючке. Конечно, это от этого, от поведения насадки еще и зависит толщина поводка. Вот поэтому, когда крючок тяжелый, либо он из толстой проволоки, которая просто не нужна, такая толщина, обязательно поклевок рыбы у вас будет меньше. Поэтому мой вам совет, попробуйте, замените крючок и толщину поводка на минимально необходимое в данный момент времени. Не надо с бешеным запасом, там как на Лохнесское чудовище покупать крючки, на какой-то там леща на килограмм условно, да, возьмите максимально легкий крючок, насадите там не пучок мотылей из 20 штук или там 20 опарыш или 10, как некоторые осаживаются, вот на такой спариться и ждут, почему у них не клюет. А насадите действительно там один парочку мотылей, либо одного мотылика даже колечком, да, на этот крючочек. И вы увидите, что он часто может много измениться в кваклевок. Там, где вы думали, что рыбы нет, она у вас начнет, это я вам 60-70% даю, что так и будет. Действительно, изменения очень серьезные. То есть от веса крючка многое зависит. Соответственно, чем он тоньше проволока, тем лучше. Ну, соответственно, опускаться до, там, идиотизма, грубо говоря, не нужно. Там совсем тонюсенькое крючочек и малюсенький не нужно покупать на, там, карпа, допустим, да. Но, тем не менее, вы поклевки действительно увидите. Вопрос в том, что вы видите вы его или нет, ну, увидите. Поэтому вот лопатка, она действительно дает уменьшение веса. Ну, и, соответственно, толщина проволоки тоже крайне важна. Вот эта серия N600, она из тонкой проволоки. Она очень хорошо заточена. То есть у меня вообще серии колмик, крючков хватает. У меня все были, и Престон, Дренан, Браунинг, там, Мавер. Огромное количество разных крючков. Флагма там я уже не считаю. И колмик держится крючки по остроте наиболее долго, чем все остальные. Вот, проверяя я крючок по остроте, достаточно просто. Просто беру жалом, да, и вот провожу по ногтю. И очень хорошо чувствуется, цепляет он или нет. Если он гладко сходит, значит, крючок в помойку. Ну, либо какие-то сходы. Притом, когда, скажем так, в свое время, когда я только начинал на колмик ловить, и денег было немного, да, я экономил. И поэтому не считал нужным выбрасывать, в общем-то, качественные крючки даже после рыбалки. То есть у меня было такое, что я поводочек снимаю после рыбалки, обратно в поводочницу засовываю, да, там, аккуратненько его надеваю, да, и на следующую рыбалку. У меня так несколько поводков выдерживали даже несколько рыбалок. И они не тупились. Поэтому крючки действительно качественные. Ну, вот, серия N600. Эта серия предназначена для ловли мелкой, в общем-то, рыбы. Да, это маленькие размеры. То есть размеры класса, там, 18-20 и так далее. Можно брать на уклейку совершенно свободно. Можно брать на плотвичку. Да, а более верхние размеры, это окунь, соответственно, и так далее. Именно за счет правильного вот этого загиба под насадку. Точность также, они рассчитаны под животную насадку. То есть за счет именно формы крючка на ней хорошо держится мотыль, на ней очень хорошо держится опарыш. Вот за счет такого резкого выхода, как вы видели в картинке, да, что я показал, жало, что более под прямым углом вверх выходит, именно за счет этого опарыш, он слетает, или мотыль сходит гораздо дольше. То есть его тяжелее содрать с крючка. Да, но тем не менее, он этот крючок меньше амортизирует. Но в то же время, скажем так, когда мы ловим мелкую рыбу, нам амортизация особо сильно не нужна. И, соответственно, хищника нам тоже. Он нам надо пробить пасть. Значит, следующая серия, которая тоже очень востребована, это серия крючков MR-300. Серия универсальна, хотя некоторые считают, что это карповая. Больше серии совсем нет. То есть я знаю спортсменов, я сам даже часто ловлю, ставлю 16 номера крючков 16 на леща. Поэтому, вот, кстати говоря, по размеру часто, я уверен, уже будут спрашивать мой совет, да, то есть 16 номер это лещ, наверное, до кило-полутора, вот так. Да, ну, соответственно, 16-14. Если рыба больше размером, там, карп, допустим, 10 номер, точно так же форель 10 номер. То есть это вот, примерно вот исходя из этого, смотрите. То есть крючок совершенно другой, как вы видите, с уже другой формой жала вверх. У него более широкий поддев, и этот крючки универсальны. Они хорошо держат растительную насадку, они очень хорошо держат большую объемную насадку. Поэтому эти крючки применяются для рогли более крупной рыбы. Карась, отлично. Лещ, тоже карп. То есть это вот эта серия. На плотву брать смысла их нет, потому что они тяжелые. То есть здесь у нас не колечко, не лопатка. Ну, соответственно, для, когда у вас насадка крупная и так тяжелая, допустим, я ими ловлю на прижим. Вот леща часто, когда они берут на парыши и мотыля, в основном, да, или там червя, еще что-то, я делаю прижимчик небольшой. Вот на прижим эти крючки идеально держат этот прижим. И, соответственно, леща на этом крючке тоже я вывожу прекрасно с ходов. Ну, я не могу сказать, что они были. Даже, честно говоря, не могу вспомнить, что они были. То есть форма крючка – это растительные насадки, это животные объемные насадки. Поэтому вот серия МР-300, вот исходя из этого, выбирайте. Следующая серия – НК-800. Это серия, скажем так, похожая на МР-300, но более мощная, более с толстой проволоки. Это серия, скажем так, та проволока, которая может применяться на приловле действительно крупного карася и карпа, и крупного леща. Но больше для леща берите МР-300, а для карпа – в сторону НК-800. То есть у них острие, как вы увидели на картинке, оно загнуто внутрь. Это помогает рыбе не сойти, когда трепыхается, там, либо леску вы ослабили как-то в ненужный момент. Да, соответственно, так как толщина проволоки здесь большая и так, то здесь, соответственно, используется не колечко, а лопатка для того, чтобы хоть как-то уменьшить. Да, вот, но при этом крючок получается максимально легкий, насколько это возможно, но толстый по проволоке, который будет очень хорошо держать. По насадке больше растительные насадки и, соответственно, точно так же объемные животные. Кукуруза с опарышем, там, дернышко кукурузки с опарышем и так далее. По размеру они похожи с МР-300, то есть, скажем так, на карпа, на платники, я всегда беру в 12-й номер. На карпа, там, до двух килограмм, ну, в принципе, 2,5 попадется, он все равно держит. И он небольшой крючок, но очень он зацепистый и очень хорошо держит. Эти все крючки, что я перечислил, можно применять на фидере для донной снасти, скажем так. Они будут очень хорошо засекаться, работать. А вот НК, да, но не на поплавочке. На поплавочке они хуже работают. Именно за счет того, что вы подсекаете вверх, а фидер подсекаете вдоль дна. То есть, вот эти две серии, НК-800 и МР-300, это больше фидерные серии. А серия Н-600, и вот я сейчас перейду к ней, Н-957, они универсальны. То есть, их можно применять и так, и так, и на поплавочке, и на фидере. Значит, следующая серия, наверное, последняя вот из таких популярных, это та серия, которой, в общем-то, я много лет пользуюсь. Это 957 серия. Она также есть никелевая, есть бронзовая. 20 крючков, кстати говоря, в упаковках. Во всех это достаточно много, то есть, многие кладут меньше. Вот, значит, серия 957. Она идет с лопаткой. Эти крючки универсальны, с высоким поддевом, со средним, скажем так, загибом под... Именно для универсальности. Вот такая высокая, скажем так, ножка, крючка, она очень хорошо позволяет располагаться крючку именно вертикально и сечь рыбу вверх на поплавочную снасть. Имейте в виду, что серия 957 позиционируется, как серия более матчевая, то есть, более поплавочная серия. И действительно, по поплавку вопросов вообще никаких нет. Если вы хотите надежные, качественные крючки, долгие, которые прослужат долго и хорошие, хорошо будут держать рыбу, да, они не сломаются, не затупятся, ничего не произойдет, хоть их даже не выбрасывать, да, там после рыбалки, как некоторые делают, отвязывать поводок, выбрасывать независимо ни от чего. Да, я даже иногда перевязываю, то есть, у меня поводок запутается, там свинячий хвостик я аккуратненько отрезаю, да, и на новый поводок этот старый крючок леплю. То есть, совершенно спокойно он служит, долго и сходов нет. Вот, но я чуть-чуть отвлекся по поводу матчевости, да, этой серии. Вот вышли новая упаковочка, вот старая упаковка была, написано было матч-лайн, матчевая серия, да, матчевая линия. А новая упаковка чуть-чуть другая, тоже 957-я, и здесь насчет матч-лайн уже ничего не пишут. Я так понимаю, почему, да, это не пишут? Потому что, действительно, это крючки стали применять и фидеристы, ничуть не меньше, чем поплавочники. Как, в общем-то, и я, я их много лет применяю на фидере. То есть, для леща, для платвы, но не для карпа. Для карпа слишком тонкая проволока, он ее гнет. И небольшой совет, если у вас сходы есть, то отогните чуть-чуть, жарится крючка в сторону немножечко, и на 90% у вас сходы прекратятся, да, засечки, ну, будут уже за губу нормально. А если они не прекратились, там, да, то, значит, у вас либо неправильно подобрана сама форма крючка под ваши условия ловли именно, либо он просто тупой, то есть другого не дано. Ну, в двух словах так, хотел покороче сделать, не получилось, как всегда, много слов. В общем, большое вам спасибо за подписки, огромное. То есть, я со своей стороны периодически провожу акции по бесплатным запасным частям на все удилища, которые люди у нас покупают. Большое спасибо всем, кто отписывается, уже получившие бесплатно эти запчасти, обратившиеся на Дайву, на Сальма, на Фидер Концепт, там, на Блэк Холл и Мейджор Крафт Спиннинги. Ну, кто вот вам даст бесплатно запчасти на, там, хлыст условно, да, на Мейджор Крафт на Спиннинги. Ну, вот мы даем, да, вот спасибо большое людям, кто отписывается и, что называется, добрым словом нас вспоминает. Поэтому имейте в виду, что такие акции будут дальше продолжаться, да и лох, ничего не произойдет, да, поэтому все под богом ходим. 100% гарантировать не могу, но пока уже много их было и в планах, и в будущем, да, бесплатно обеспечивать запасными частями. Что для меня наши покупатели – это самые приоритетные покупатели, поэтому я всегда веду статистику приблизительных, я знаю, сколько примерно тех или иных моделей продано, и мы специально резервируем запасные части примерно на эти модели, потому что статистика существует все равно. Вот там, условно, 100 спиннингов, проданных там конкретной модели, поломок примерно вот там столько-то процентов, а другой модели, от тех же 100 проданных спиннингов, поломок примерно столько-то, да, и частенько это не всегда зависит, скажем так, от рыболова самого, от его кривых рук, условно, да, потому что действительно такое есть, да, но когда вот смотришь статистику, и действительно вот из года в год вот эта серия ломается чаще при прочих равных, проданных из других серий. Поэтому, скажем так, учитывая это, мы резервируем запасные части для того, чтобы вам их отдать, вот, и отдать бесплатно нашим покупателям. Условия по акции, пожалуйста, прочитайте на сайте Multifish, в разделе «Программа лояльности», читайте, таких условий нет ни у кого, ну и, соответственно, заказывайте у Ерища, покупайте, и всего вам доброго, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok